ух чувствую ты за новостишками сюда пришел да я не ошибаюсь ну так давай посмотрим начнем с новостей канала на этой неделе на канале вышел выпуск где наш автор барри захарчук дал оценку двум бюджетным объективом пиггер 35 миллиметров f1.6 и 50 миллиметров f1.8 я же в конце прошлой недели опубликовал тест nikon z50 так что всем заинтересованным в бюджетной оптике или данной камере рекомендую к просмотру и на подходе сравнение от ильякова для среднеформатной fuji и мегапиксельной sony как инструментов для интерьерной съемки начнем о наболевшем перегрев известные проблемы с перегревом и as r5 и r6 сделали этот момент чуть ли не самым главным в потребительских оценках новых топовых камер то есть греется или нет после состоявшегося анонса sony alpha 7s 3 этот вопрос теперь крайне интересует и поклонников sony разумеется и вот первый звоночек хью браунстон сообщил своем небольшом видеоролике что его sony альфа 7s 3 перегревается при ее использовании под прямым солнечным светом даже в режиме 4к 30 fps его камера перегрелась спустя 24 минуты но давайте выдохнем тот же хью сообщает что у других блогеров такой проблемы не наблюдалось даже когда те ставили камеру в духовку хотя это конечно очень странный тест поэтому пока что можно предположить что автору ролика банально не повезло с его экземпляром ну и конечно от себя заверю что в нашем тесте мы подробно осветим проблему температурного режима духовку ставить конечно не будем но в комнатных условиях на всех режимах конечно проверим и в солнечный день осталось только дождаться саму камеру новость для поклонников яблочной продукции компания apple объявила о намерении отказаться от чипсетов intel и полностью перейти на использование своих компьютеров процессоров собственного производства однако компания добавила что перед тотальным переходом еще одно поколение компьютеров на intel все же увидит свет и вот этот самый компьютер анонсирован это аймак 27 дюймов с мощным процессором intel последнего поколения дизайн нового аймак изменений не претерпел только теперь добавилась опция выбора матового покрытия экрана взамен глянцево техническая начинка аймак впечатляет новый 6 и 8 ядерный процессор intel 10 поколения объем оперативной памяти до 128 гигабайт графический процессор а md radeon pro 5000 добавим к этому быстрый ssd объемом 256 гигабайт с возможностью расширения до 8 терабайт и отличный звук динамиков и микрофона и получим весьма современную рабочую станцию но конечно давайте узнаем сколько же все это добро стоит на этот вопрос ответила сама apple базовая модель аймак 27 обойдется 1800 долларов за эти деньги покупатель получит шестиядерный процессор intel i5 10 поколения 8 гигабайт ddr4 ssd на 256 гигабайт и видео radeon pro 5300 матовое стекло с нано покрытием стоит дополнительных 500 долларов ну а дальше вы понимаете апгрейды удорожание и по итогу все это будет стоить очень 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 дорого ну это же apple компания олимпус расширяет модельный ряд оптики и выпускает новый телеобъектив m zuiko digital иди 100-400 миллиметров основными особенностями объектив можно назвать впечатляющий диапазон фокусных расстояний разработчики также не забыли и о стабилизации изображения по словам компании она способна компенсировать до трех ступеней экспозиции объектив ожидается в сентябре текущего года по цене полторы тысячи долларов вместе с телезумом олимпус представила и свою новую беззеркальную камеру омди и м10 модель 4 новая четверка не только легче своей предшественницы но имеет ряд улучшений включая модернизированный 20 мегапиксельный сенсор камера рассчитана для путешественников энтузиастов и тех кто ценит отличное качество и компактный корпус помимо увеличения мегапикселей конечно есть и другие обновления удобный жк который можно поворачивать в режим селфи то есть на 180 градусов и наличие зарядки через юсби непрерывная серия с механическим затвором камеры также здесь немного быстрее 8,7 кадров в секунду а пяти осевая стабилизация изображения компенсирует примерно 4,5 стопов для улучшения качества изображения в условиях низкой освещенности по видео традиционно для олимпус все довольно стандартно это видеосъемка до разрешения 4k и hd 30 кадров в секунду а также 1080p до 60 кадров в секунду и высокоскоростное hd видео 720p 120 кадров в секунду но что я могу сказать тут все традиционно для олимпус я бы сказал по классике в компании выпустил новую камеру в которой не сразу поймешь в чем же разница с предыдущей моделью и только сравнивая лоб в лоб начинаешь замечать различия давайте-ка вернемся к нашим горелочкам от canon понимаю это новость тривиальная но все-таки требует оглашения геральт андан один из лучших технических обзорщиков фотокамер недавно завершил исчерпывающее тестирование перегревов при записи видео на ios r5 и r6 и в общем говоря результаты вы можете увидеть в таблице на экране но давайте оглашу если мы записываем на canon r5 на внутренние носители при записи 8к у нас наступает перегрев за 19 минут при 4к 120 fps 13 минут если записывать 4к 24 хайд квалити то перегрев наступает через 27 минут а если с такими же параметрами использовать внешнее записывающее устройство то перегрев наступает примерно за 42 минуты при 4к 60 кадров в секунду с полного кадра перегрев за 31 минуту а на внешне записывающее устройство все отлично и никакого перегрева нет у canon r6 ситуация немного иная 4к 60 кадров в секунду за 35 минут перегрев внутрь камеры и 57 минут перегрев с использованием внешних записывающих устройств при 4к 24 кадра в секунду камера перегреется за 40 минут а с используя внешних устройств все отлично и сразу возник вопрос а в принципе имеет ли смысл писать такие массивы данных внутрь камеры или может сразу стоит использовать внешнее записывающее устройство слову говоря на фоне всей этой темы с нагревом перегревом в сети и начали активно появляться слухи о том что компания canon якобы собирается приостановить или отложить поставки камер r5 и r6 тем не менее представительство canon австралия ответили конкретно на данный вопрос цитирую эти предположения не соответствует действительности нет никакого отзыва камер и также нет никаких задержек поставок на местах хотя конечно же слухи звучат довольно логично но как бывает таких ситуациях они ссылаются на какие-то анонимные источники которые ничем не подтверждены но на то они слухи и еще немножко о canon согласно последней информации появившийся в интернете canon активно работает над power shot g3 x модель 2 модернизации своей компактной камеры класса так называемых супер зумов что логично поскольку текущая power shot g3 x была выпущена аж пять лет назад подробных спецификаций пока что нет однако интересен тот факт что старая модель заметно подешевела и если раньше стоило 63 тысячи деревянных то сейчас она стоит 50000 известный производитель флеш памяти из тайваня компания transcend анонсировал свои первые карты памяти стандарта сив экспресс тайбе сначала будут выпущены две модели 256 гигабайт и 512 гигабайт скорость чтения до 1700 мегабайт в секунду и запись 1300 мегабайт в секунду для карты объемом 256 гигабайт а для 512 гигабайт чуть меньше до 1000 мегабайт в секунду давайте немного о нашем о наших объективах в линейке отечественных объективов зенит пополнение красногорский завод имени зверева объявил о скором выпуске фотообъектива зенитар f2.8 60 миллиметров макро основной особенностью которого станет электронное управление диафрагмой впервые для линейки объективов я даже немного удивлен по сути в этой новости нет никакой технической информации кроме фокусного расстояния и максимальной диафрагмы какой внутренний конструктив неизвестно какое покрытие линз неизвестно а еще неизвестно когда же в компании научатся делать автофокусные объективы как бы ребята 2020 на дворе и и так друзья это были все новости на сегодня ой кажется пятнышко увидел на линзе надеюсь вы этого не заметите вроде не видно картинки не видно я не вижу но я вижу пятнышко отвлекся это все новости на сегодня видео формате новостей у нас еще и чатный формат это веб-сайт а еще есть telegram чат целых два по фото и видео и веб-сайт я уже сказал но есть еще соцсети этого я еще не сказал да соцсети vk facebook instagram посещай ознакомься а этому видео поставь лайк или дизлайк и конечно же до встречи в следующих видео блин это пятнышко меня так и смущает пока пойду покажу пятнышко и